Уж коль заговорили об Орбане, помните у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» Остап Бендер говорил Балаганову, «Шура, запускайте Берлагу». Вот у меня такое вот ощущение есть от этого нелегитимного турне. С вашей точки зрения, вот Орбана кто-то запустил или это его личная инициатива, вот как вы говорите, свои собственные амбиции и политические дивиденды. Вот допустим Илья Пономарев, политпредставитель легиона «Свобода России» говорит о том, что Орбан просто таким образом зарабатывает деньги. То есть ему дают и он берет вот таким образом. В ваше мнение, да. Да, не совсем согласен с Ильей. Здесь и одно, и второе. Безусловно, Орбан как человек, относящийся к так называемому пассионарному типу политики, то есть который продает собственное «я», собственное «эго», он, безусловно, заинтересован в получении нескольких факторов для себя лично. Еще раз, субъектность выше, цитируемость выше, присутствие в глобальных медиа выше, ну и, конечно же, там определенные следующие за этим заработки. Это безусловно. И так далее. Но здесь шире надо смотреть. Еще раз, Орбан не играет сам по себе. Орбан, безусловно, так или иначе позволяет технологически решать задачи той же России, например. Вот смотрите, приезд председательства еще в Совете ЕС, сначала в Киев, потом сразу в Москву, это первые шаги его были на этом посту, позволили российской пропаганды глобально, особенно, я отслеживал медиа, особенно в латиноамериканском, африканских регионах, да, в Тихоокеанском регионе, говорит, приехал представитель Европейского Союза, корпоративного органа в Москву, а потом в Пекин, соответственно, ну, когда в Тихоокеанском регионе, еще и после встречи в Пекине. И вот таким образом Европа начинает сдвигать свою позицию. То есть это использовалось политтехнологически. И это очень вредоносная позиция была, безусловно, потому что еще раз, Европа, конечно же, не наделяла Орбана никаким мандатом, они об этом неоднократно заявляли. Но, на мой взгляд, посмотрите, заявление и действие, в данном случае действие технологически выглядит намного сильнее. Еще раз председательствующий в Совете ЕС приехал на встречу с нерукопожатным Путиным, у которого висит на спине большой ордер МКС, ну, Международного криминального суда в Гааге. И это вот действие Орбана намного сильнее, чем последовавшее заявление потом от представителей Европейского Союза. На мой взгляд, Европейский Союз должен был действовать, опять же, более решительно, юридически, и это было бы действие. Что это значит? Это надо было отстранять. Ну, опять же, это внутреннее дело Европейского Союза, не мне им давать советы, но, тем не менее, юридическое действие приостанавливать председательство Венгрии в Совете ЕС. Ну, вот тогда это было бы, конечно, действие сигнального типа, а не слова. То есть технологически Орбан гораздо, скажем так, негативнее. Не его личная заинтересованность в повышенной субъектности, там, заработках и так далее, в цитируемости, а именно вот эти политтехнологические последствия таких непродуманных действий, конечно же, они чрезвычайно печальны, потому что они углубляют ощущение у целого ряда стран, что Россия, если не проиграет, то, соответственно, не будет нести никакой ответственности, что с ней рано или поздно будут разговаривать, разговаривать на равных. Еще раз подчеркиваю, не обращая внимание на тот тип войны, который ведет Россия, это плохой сигнал. То есть, грубо говоря, любая встреча сегодня с автором геноцидного типа войны четко заявляет, что геноцидный тип войны в современном мире допустим, что можно атаковать абсолютно, нарушая международное право территорию другой страны, убивать массово гражданское население, детей и так далее. Вот что означает такие визиты. Понимает ли это Орбан? Частично да, частично нет, но, тем не менее, к сожалению, глобальный политический процесс сейчас переживает труднейшие времена, когда нужен вот этот кризис легитимности у многих очевиден, кризис функциональности у многих очевиден и кризис идентичности у многих очевиден. Потому что, на мой взгляд, если вы внутри Европейского Союза, есть определенный набор ценностей, вы его придерживаетесь, независимо от кратковременных бизнес-интересов. Ну а если вы их не придерживаетесь, то, наверное, вы должны быть в других блоках. Вот так это должно выглядеть. Субтитры создавал DimaTorzok